У Блиновской в этом году 3 миллиарда рублей лохов принесли ей на исполнение ее желаний. Но это же Белиссимо. Поздравляю. Игорь Владимирович, я предлагаю поговорить сегодня об инфобизнесе, потому что растет все время этот рынок, люди продают какие-то свои курсы бесконечно, за большие, за маленькие деньги. Вы вообще как к инфобизнесу относитесь? Инфобиз или инфоцыганство? Разница есть? Конечно. Любой, кто продает информацию за деньги, информацию любого рода, информацию, как вылечить человека, информацию, как понимать экономику и зарабатывать там на акциях. Любой, кто продает информацию, это инфобиз. Очень респектабельный инфобиз, считаю, Кембридж, Гарвард, Стэнфорд, Фистех, МГУ. Я вообще считаю, что информация рулит, правильная информация в нужное время, правильные дозировки дает возможность человеку жить очень защищенно и очень качественно. Инфоцыгане — это люди, которые никак не заинтересованы и не могут быть заинтересованы в вашем успехе. У них нет ничего, что бы доказывало их способность привести вас к успеху, кроме красивых речей. Ничего. Поэтому на самом деле правило очень простое — у кого учишься, тем и становишься. Если ты учишься у людей, с которыми никогда не было жизненного успеха или там практического успеха в какой-то области, с тобой не может произойти этот успех. Как бы красиво не говорили эти, так сказать, инфоцыгане. Я всегда привожу пример, представьте, на вокзале к вам подошла цыганка. Вот там, кельдэм мальдэм, что-то там, дай тебе погадаю, там это самое, смотришь, хоп, бабок нет. Вот с инфоцыганами та же история. Кельдэм мальдэм, до продажи туда-сюда, бабок нет, а все только еще хуже, потому что никакого изменения, в общем-то, не может случиться, потому как не заинтересованы инфоцыгане в том, что у тебя что-то случилось, они заинтересованы тебя доить. Вот и все. В результате, когда вы заканчиваете курс этого инфобиза, у вас ни баланса, потому что его нет, ни денег у вас нет, и еще на вас кредит висит. Как вам кажется, почему так много людей сейчас ходят на вот эти курсы, особенно курсы личностного роста, где мотивация и так далее? Что их туда толкает? Во-первых, наркотическая зависимость. Давно не секрет, что в кока-коле есть специальные компоненты, которые буквально толкают человека на повторение акта вторичного там последующего потребления кока-колы и сигареты. То же самое в инфобизе нереспектабельном или в инфоцыгане, то же самое. То есть задача лишить автономности человека и сделать его взаимозависимым, то есть зависимым от инфоцыгана, чтобы он еще и еще раз приходил за удовлетворением собственной неполноценности. Поэтому на чем продают инфоцыгане? На унижении тебя. Ты не способен. Почему? Потому что у тебя нет того, чего у меня есть. Я тебе сейчас это дам. Плати денежку. На. Второе. Волшебная таблетка. Вот максимально просто должно быть, тупо. Вот загадай желание, приходи на марафон желания, платить денежку, естественно, и желание исполнится. Вот какое хочешь. Хочешь мужика приворожить? Пожалуйста, давай. Вот дурой. Я думаю, ну какие дуры туда ходят, туда даже мужики ходят. У Блиновской в этом году три миллиарда рублей лохов принесли ей на исполнение ее желания. Три миллиарда рублей, ребята, три. Поздравляю. Про спрос вы сказали, действительно многие люди сейчас платят именно за мотивацию. Как вы это объясняете? Почему нам всем так ее не хватает, что ли? Почему людям нужна какая-то внешняя мотивация? В Советском Союзе очень много уделялось для того, чтобы лишить людей внутренней инициативности. Пока тебе начальник не сказал, что делать, ты ничего не делаешь. Ну, условно говоря, не высовывайся, даже есть такое, что тебе больше всех надо, что ли? Блин, да да вам, да мне не нравится, давай я попробую по-другому. Да вот они тушили это в Советском Союзе. В ранней России, в текущей России, как у нас говорят, в Советском Союзе было охрененное образование, ну вот оно осталось охрененным, точно такое же. Все школы и детские садики сейчас такие, что они обрубают инициативность людей, лишая врожденной живой энергии, что ли, человека. В результате человек в 17 лет, он такой вот, знаешь, скажут, сделаю, не скажут, могу делать, знаешь, как бы все. Поэтому смотрите, обязательно интересуйтесь, кто владелец инфобиза. Если владелец инфобиза выплачивает себе дивиденды с инфобиза, вот как Блиновская, ну, сами понимаете, доильное устройство для вас, приходите и получите свое счастье. Или владелец инфобиза — это респектабельные люди, они не получают никаких дивидендов, они создают благотворительный фонд в виде образовательного учреждения или не коммерческую организацию. Вот и все. Как по вашим наблюдениям ведутся на инфо-цыганы, чаще мужчины или женщины? Разного пошиба инфо-цыгане, разный гендерный состав. Вот прямо в Блиновской больше женщин, у бьюти-блогеров больше женщин. Вот они все там чуть-чуть им сказал, что ты толстенькая, ты какая-то страшненькая, ты толстенькая, и они там все пошли на марафон желаний. Но есть инфо-цыгане, где в основном мужики, например. Ну вот, например, пирамиды всякие финансовые, связанные с этими биткоинами, там вот эти крипто и все дела — там в основном мужики. Это же тоже инфо-цыгане, просто они мимикрируются под вид там каких-то этих инвестиционных фондов и так далее. Вот там мужики, там типа, мы инвестируем. Да какой инвестируем? Отдали деньги жуликам. Для людей, вне зависимости от гендера, свойственно верить в чудеса. Это свойство людей, и чем люди беднее, тем сильнее они вляпываются в эту х**. Они это бабло будут хавать и дальше до тех пор, пока люди ходят на марафон желаний. Привет. Сейчас в интернете очень много борцов с инфо-цыганством, есть даже целые ютуб-каналы, которые специализируются только на этой теме. Как вы к этой деятельности относитесь, поддерживаете или нет? Ну смотри, есть акулы респектабельного инфобиза, есть акулы инфо-цыганство. Слушай, всегда, когда есть акулы, они вот так вот плавают, есть люди, которые приходят к этим акулам за каким-то там инфопродуктами, рядом очень много прилипал. Это такие же инфо-цыгане, которые пришли прокачивать свою известность и популярность вот здесь, вот в этом тепле. Самое печальное, что для них может произойти, если вдруг прекратится вся эта каша. Почему? Да потому что тогда их инфо-цыганский продукт, значит, разоблачение тоже будет никому не нужен. Все, точка. Я, кстати, этих прилипал, иногда называю такими инфобисенками. Я ей-богу говорю, инфобисенки не заинтересованы в том, чтобы научить вас отличать респектабельный инфобиз от инфобисовщины, ибо они сами являются плоть от плоти, кровь от крови. Так что будьте осторожны, будьте внимательны, ищите правильных учителей.